За первый квартал этого года в городе произошло 12 ДТП, участниками которых стали дети. И хотя это несколько меньше, чем в этот же период прошлого года, сотрудники ГИБДД отмечают, могло быть и меньше, если бы не халатность взрослых. В пяти ДТП дети выступали в качестве пешеходов. В шести ДТП дети являлись пассажирами транспортных средств. Чтобы особое внимание хотелось обратить, что детей в этих ДТП перевозили без специальных детских удерживающих устройств. В свою очередь это недопустимо. Также в первом квартале в наркодиспансерное обследование были направлены 18 подростков. В четырех случаях выявлены признаки употребления канабиоидов. Еще в одном случае речь шла о синтетическом наркотике. Несмотря на работу оперативников, зелье все еще можно заказать в интернете. Поэтому инспекторы советуют проверять, какие сайты посещал подросток, в каких группах популярных мессенджеров он состоит. Оптимально занять ребенка творчеством или спортом. Для этого летом в Сочи открываются площадки нашего двора. В рамках этого проекта с ребятами работают не только тренеры, но и специалисты УВД. За каждой такой площадкой и за лагерем при школах закреплены сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы правового характера. Напомнили и позиции Краевого детского закона. Без присмотра взрослых в принципе не могут находиться малыши до 7 лет. Дети с 7 до 14 должны быть дома не позже 9 часов вечера. А те, кому есть 14, но еще нет 18, могут гулять до 22 часов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...